здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таро лаки практик сегодня мы гадаем на таро белой черной магии на такую тему ваше желание в котором вы сами себе боитесь признаться и у нас будет пять позиций напоминаю видео актуально в тот момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад вы его нашли на просторах интернета значит она актуальна для вас прямо сейчас ваше желание в котором вы сами себе боитесь признаться и пока я выкладываю карты я вас приглашаю на индивидуальные расклады а также на консультации поясновидению и на ритуалы пишите мне в вайбер ватсап вконтакте в instagram в telegram я вам отвечу сообщу все свои условия консультации и цены и мы с вами поработаем вот наши пять камушков вот так сделаем все вот пять позиций выбирайте те кто еще не выбрал ставьте на паузу чтобы тщательнее выбрать можно даже не одну позицию выбирать ваше желание в котором вы сами себе боитесь признаться также вы можете загадать любого человека чтобы узнать его такое вот желание в котором он себе боится признаться естественно и мы начинаем для тех кто выбрал первую позицию белый камушек первое наше желание а тут вышла карта паш кубков вот смотрите это у нас элементарь стихии воды окунуться в свои чувства в чувственность здесь человеку явно не хватает эмоций в жизни и как можно больше хотелось бы переживать эмоции приятных и уметь в них полностью погружаться хочется дать волю чувствам хочется в волю дать эмоциям своим хочется вот всей гамме чувств и эмоций именно позволить быть хочется уметь переживать эмоции правильно здесь конечно эмоции вам отдали бы колоссальный творческий подъем в жизни возможно есть какая-то знаете закостенелость от эмоций у нас еще здесь карта выпала пятерка пентаклей и карта показывает предательство вот предательство поэтому вот это потаенное желание быть в чувствах быть в эмоциях уметь их выражать показывать не стесняться их и полностью отдаваться эмоциям продиктована именно тем что вы их не можете нормально выражать из-за предательство ведь им в очереди стоят люди и вор у женщины воруют из сумочки это предательство это действие из-под тяжка это когда человека подставили до поступили с ним очень подло и с вами поступили подло в прошлом но вы бы очень хотели доверять вы бы очень хотели кому-то выражать показывать свои эмоции самое замечательное самое лучшее вы бы вообще хотели быть вот в этих чувственных каких-то отношениях таких расслабленным человеком которые любим и который может сам по себе любить который может сам по себе отдавать людям много тепла и доброты и вот этой энергии любви и вам кажется что все уже вокруг на самом деле предатели и вам кажется что мир состоит только из врунов из тех кто ну действует только в свою сторону вот его ваша самая основная в этом конечно проблема сейчас на сегодняшний день ваши вот этот период жизни такой позволено ли будет вашему потаенному желанию в котором вы себе не признаетесь сбыться король мечей у вас знаете как идет ситуация то да что люди рядом довольно жестки то есть есть люди у которых вот как-то знаете так закостенело в душе какое-то правило какие-то нормы вот такие дозирование чувств и по карте колесница вам буквально нужно не знаю уехать переехать сменить обстановку сменить менталитет окружения то есть кардинально придется менять свою жизнь потому что те люди которые есть в вашем поле они просто не дадут вам выражать правильные эмоции потому что не умеют сами этого делать на любое проявление выражения эмоций эти люди будут реагировать неправильно уже изначально неправильно и конечно вы скорее всего на тура творческая романтическая такая у которой есть свои мечты вот постоянно какие-то фантазии а никто не дает этим фантазиям выражаться никто не дает этим мечтам воплотиться в жизнь рядом потому что жестковатые люди то могут быть что мужчины что женщина неважно у них какое-то такое вот само по себе тоже ну может быть ощущение себя в каких-то рамках то есть эти люди диктуют вам по сути эти рамки конечно сложная ситуация тут нужно как будто от всех взять уехать переехать найти себе другую совершенно компанию страну там я не знаю город и ну теплых людей получается так вот такая позиция номер один в принципе так то реально если вы увидите но вам придется пережить полную трансформацию за вторая позиция ваше тайное желание в котором вы сами себе боитесь признаться ну или человек который который вы загадали вышел паш пентакли в какие-то элементали пошли заметьте паш пентакли здесь это гном это элементарь земли у вас идет тайное желание богатство ну богатство сам настоящего вы сами себе боитесь признаться в том что очень хотите быть богаты но богат это в каком плане вы хотите чтобы у вас за за душой за пазухой как говорится был был была какая-то вот вот под споре куча денег чтобы вы об этом знали а никто другой не знал и у вас очень стойкое желание чтобы с помощью этих денег вы бы стояли именно на ногах на твердой земле извиняюсь за пик вот сейчас еще карту хочу достать у вас выпадать шестерка жезлов ну смотрите идет ситуация такая интересная что вы бы хотели по жизни это быть очень уважаемым уважаемым человеком в центре внимания находящимся человеком с которым бы все считались и которого вы все ну буквально видели незаметной личностью для вас быть буквально плохо понимаете и получается так что вы не только хотели бы материально быть независимые стоять на ногах но и чтобы вас общество признало вот где-то когда-то вы получили не признание общество отторжение и вы бы хотели победить этот момент ухты карта рассыпала кто-то о вас думает сейчас подниму кто-то о вас думает меня и запекала пока с вами да вот тут работаю и запекала и при этом еще упали карты это значит что кто-то вот вам это гадание сбивает своими мыслями вы сейчас сидите смотрите у меня тут упала там запекала это значит вас пытаются отвлечь высшие силы на то что кто-то о вас вот сейчас размышляет будет ли исполнена семерка жезлов ну кто-то вам диктует в жизни свои правила кто-то указывает что делать тут жезлов показывает вы прорветесь прорветесь вот сейчас смотрите семерка жезлов да мы видим здесь что женщина сидит учится работать а мужчина ей подсказывает как вот правильно же и мы понимаем с вами что если в ближайшем будущем вам кто-то диктует как вам быть что делать как действовать да ну сейчас покажу карту поближе то в более отдаленном будущем выпадает туз жезлов которые показывают буквально что вы можете творить что вы можете получить какую-то в голову идею до которая позволит вам прорваться вперед и получить шанс тузы это шансы то шанс у вас будет на то чтобы все-таки иметь эту финансовую подоплеку с помощью чего-то очень интересного креативного заработать и быть действительно уважаемым в обществе и быть центре внимания и чтобы на вас это внимание постоянно переключали и обращали здесь видно что вы человек-то довольно талантливый и видно что вы могли бы встать на ноги в жизни но такая позиция номер два позиция извиняюсь за этот ужасный хрюк могу ничего сделать с этим сумм третья позиция розовый камушек ваше тайное желание в котором вы сами себе не признаетесь императрица но это желание семьи быть главой семьи или просто были главным главный главным действующим лицом в семье если вы женщина главной женщиной в семье если вы мужчина просто главой семьи отдавать любовь и чтобы вам вас любили чтобы у вас был дом полная чаша да вот дом с садом например том садом хороший благоустроенный чтобы ваша вся семья была счастлива и чтобы вы в этом сыграли основную роль то есть вы бы хотели чтобы ваша семья вокруг вас была и все были вот именно счастливы очень очень переживайте за семейное положение или за вашу семью чтобы чтобы все были с не знаю там сыты накормленные чтобы все были жили в достатке вот так то есть даже больше не за себя переживаете на самом деле а у вас вот это тайное желание в котором вы себе не признаетесь это то чтобы ваша вся семья наоборот была счастлива или создать семью именно создание семьи ну и конечно чтобы у этой семьи было благосостояние до девятка жезлов ну смотрите тут идет такая ситуация когда возможно вы потерпели какие-то траты из-за своей оплошности в жизни и может быть даже не можете оправиться от этого или какие-то кредиты набрали долги набрали или просто сделали опрометчивый поступок и потеряли очень многое вот так наверное может это не деньги не материальное благо да а кого-то потеряли опрометчивый поступок совершив как какие-то возможности упустили видите у вас идет тройка мечей нам показывает что может быть вы чувствуете внутреннее одиночество и разбитость вот так вот отчаяние какое-то исполнится ли ваше желание будет ли вот такая семья полная чаша счастье выпадает десятка мечей выпадает пятерка кубков у вас так то в будущем будет шанс на то чтобы так было но вы его как будто бы не увидите как будто вам предлагается этот шанс от того кто вам ну по сути не нужен что вам не нравится хотя вы могли бы чтобы все было хорошо вот пойти навстречу человеку восьмерка жезлов получаете деньги получаете какую-то весть так ну смотрим дальше что-то случайно произойдет хорошие двойка жезлов придется отправиться в путь королева кубков но принципе для реализации возможности будут будут но как что-то неожиданный поворот какой-то вас ждет видите известие с деньгами и вы этого совершенно не ожидаете в будущем ну то есть это для вас будет полной неожиданностью вы не сможете сейчас это даже предсказать что это как это более на общем раскладе ну вот такая позиция перейдем к следующей ваше тайное желание к которым вы сами себе боитесь признаться ну или человек которого загадали рыцарь пентаклей ну рыцарь пентаклей все-таки это могиня могиня земли здесь вы хотите с помощью магии добиться богатства или какого-то благосостояния в жизни наколдовать себе буквально у вас есть тайное желание что наколдовать себе счастье изобилие но больше всего интересуют деньги но именно волшебством у вас есть тайное желание взмахнуть волшебной палочкой раз все появилось вот так прям насколько она исполнима не могу здесь сказать но есть как может быть вы где-то засвидетельствовали что такое бывало может на звезд смотрите на знаменитостей что у них как будто по мановению волшебной палочки все появляется смотрите на тех кто так родился смотрите на тех кому просто повезло кто кто выиграл в лотерею как будто вот щелкнул пальцами и раз и богатство раз и изобилие вот так у вас прям есть вот это тайное желание вы боитесь себе в нем признаться что хотелось бы всего и сразу и легко именно дело даже не в самом богатстве я хочу быть жутко богатым богатой нет дело в том чтобы это все появилось как будто бы из воздуха или от магии например от волшебства шут выпадает блуждание в потемках и только кот видит в темноте шут он верит волшебство он у него внутренний ребенок силен и отшельник карпит над книгами чтобы понять как это раскрыть эту тайну понимаете шут он верит почему он блуждает в темноте то почему потому что в темноте по сути может что угодно реализоваться из пустоты вселенная когда-то тоже из ничего появилась как будто бы да из пустоты все это по сути ничто огромное большое ничто и поэтому ну по сути уж у та есть божественная природа если человек верит в бога он знает что есть в виде бога неиссякаемый источник и ему достаточно поверить бога в такой степени чтобы действительно появлялись из воздуха изобилие богатства и другие вещи просто нужно тщательно поверить без колебаний так скажем и вот отшельник он роет эту информацию ну давайте посмотрим что то хотя бы реализуется такое вашей жизни девятка кубков лавка исполнение желаний вас вполне возможно если вы действительно начнете тщательно верить магию башня но вам нужно быть очень осторожным человеком когда вы свои желания озвучиваете поверьте мне здесь нужно быть осторожным в самих желаниях вам придется пережить предательство в жизни еще в будущем а потом встать на ноги и стать действительно помню чуть ли не по мановению волшебной палочки либо богатым либо получить какой-то очень классный шанс но через прохождение испытания а все потому что вы неправильно умеете составлять ваши желания желание не должно касаться во первых никого во вторых его исполнение не должно касаться никого кроме вас в этом проблема да и вам нужно прочесть книгу о том как правильно составлять желание они книгу о том как их исполнить потому что бог исполняет все абсолютно все что вы можете пожелать все зависит от силой веры. По вере вашей да будет вам, говорится в Библии. И последняя позиция. Ваше тайное желание, в котором вы себе боитесь признаться. Смерть. Ну, смотрите. Карта смерть выпадает. Она иногда показывает, что человек хочет полную перемену в своей жизни, трансформацию. Переродиться он хочет. Некоторые люди есть такие. Они тайно желают, чтобы я родился неудачно. Я должен был в другом теле родиться. В другом мире. Я хочу родиться в другой семье. То есть, как сетуете на свое рождение и на свое может быть земное тело. Какое оно, как оно устроено. Все не так и все не то. Как будто бы хотелось бы начать жизнь с нуля. Не говорю, что вы хотите умереть. Нет, конечно. А вот как будто бы получить такую трансформацию, чтобы жизнь дала шансы начать с нуля. Что это все надо переделать. Человек считает, это все надо переделать. Двойка кубков, пятерка мечей выпадает. Король кубков. Вы хотите, чтобы вас кто-то защищал обязательно. Чтобы у вас рядом была вторая половина. Человек, который бы грудью вставал за вас. И никак иначе, чтобы никакого предательства не было. Чтобы вас любили, действительно, отчаянно любили. Вы хотите, чтобы вас отчаянно любили настолько, что бы ни случилось, как Павел Воля со своей женой, как Лейсану Тяшеву. Чтобы он на каждом передаче, телевизоре говорил про нее только хорошее. Хвалил бы ее. Говорил бы, какие ее достоинства. Никаких недостатков у нее вообще нет и быть не может. И она то же самое говорит про него. Вот они там являются таким неким образцом хорошей вот такой семейной пары. Вот у вас примерно такой образ какой-то складывается в душе, что вы бы хотели, чтобы у вас были отношения, чтобы за вас прямо в любой ситуации к грудью вставали. Давай там спиной к спине друг к другу встанем, всех автоматами расстреляем, будем вдвоем друг у друга, только мы. Ну вот знаете, как идет какая-то идеальная такая ситуация, идеальной любви. Но вот именно от всех отлаяться, а вот мы друг у друга. И это внутри вот где-то в душе сидит, что я хочу соединиться с кем-то, кто является моей второй половиной. Пусть вот мы не такие какие-то, но вот мы вместе. Реализуется ли у вас это? Четверка мечей, влюбленные, повешенные, пятерка жезлов, двойка мечей, десятка пентаклей. Вы неправильно как-то выстраиваете. Смотрите, у вас идет влюбленный, это выбор. Есть две дороги, два пути. Вы пойдете не по той, как будто бы. Вот для того, чтобы вам реализовать то, что вы в жизни хотите, реально надо переродиться. Только не переродиться в плане взять, умереть и переродиться, а прям съехать, заехать в другую совершенно, вот она в квартиру заехала в другую, новую. Все переставила, свою жизнь все переделала. Она, не знаю, вплоть до профессии, образа жизни. Это и есть полная трансформация. Это и есть умирание одной личности, рождение другой. А вы как будто не по той дорожке сначала пойдете. Вот вам кривыми путями всякими можно до этого дойти, но очень сложно. Вы можете прямо сейчас начать. Вам нужно, чтобы одна ваша личность, которая есть сейчас, она полностью ушла. А та, которая, вот как вы хотите, чтобы она вот так жила, второй половинкой, вот так и так и так, она должна быть вообще другая. Вот вам надо продумать, какая, повернуть вовремя в ту сторону, в которую действительно надо повернуть, сделать выбор, да, и менять полностью все в жизни. То есть место жительства, образ жизни, профессию, вот так прям. Если у вас есть на это время, вам нужно сегодня начинать. Если времени нет, ну просто значит живите, плывите по течению, вскрыли тайное желание, ну что ж, бывает. Ну вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео. приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч.